Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Иван. Я вас приветствую на канале Процветок. Наступает время активного цветения садов. В этот период сады подвержены часто атакам всевозможных вредителей. Ведь одновременно с наступлением теплой погоды отрождаются всевозможные куколки, личинки, вылазят из зимовки взрослые насекомые, которые начинают размножаться, и цикл вреда, цикл вредоносности повторяется из года в год. Одним из наиболее опасных вредителей сада в этот период являются цветоеды, яблоны-цветоеды и прочие цветоеды. Повреждая серединку цветка, пестики, тычинки, они тем самым значительно снижают количество образовавшихся завязей и, как следствие, количество урожая. Существуют различные способы борьбы с вредителями цветков плодовых растений. Это же касается и садовой земляники, всевозможных долгоносиков и так далее. Но есть большая проблема. И эта проблема связана с опылением цветков плодовых растений, ягодных растений, насекомыми опылителями, в первую очередь пчелами, конечно, ну и шмелями. Использование различных инсектицидных препаратов приводит к тому, что популяции вот этих полезных насекомых опылителей страдают, снижается их количество и, как следствие, снижается качество опыления садов. И получается своеобразный рикошет. Мы, с одной стороны, хотим увеличить количество урожая, с другой стороны, наносим вред опылителям, что негативно сказывается на этом урожае, но уже, так сказать, с другой стороны, с другим механизмом. Не механизмом повреждения цветков, а ухудшением качества опыления. Чем же придавить, прижать вот этих вот вредителей в период, когда сады цветут? Существует несколько биологических препаратов, которые, с одной стороны, не наносят вреда насекомым опылителям, более того, эти препараты, о которых я буду говорить, они не только не наносят вреда насекомым опылителям, но они также используются в пчеловодстве для борьбы с различными вредителями ульев, в частности, с восковой молью. Это препараты на основе такой бациллы, бациллус турингенсис. Это два препарата, которые называются битоксибацелин, и вот в руках у меня находится препарат, который называется липидоцит. Эти препараты содержат в качестве живого активного начала бактерии, споры и токсины, которые эти бактерии производят, вот в таком чаще всего виде порошка. Когда мы обрабатываем растения, мы наносим на поверхность растений, в том числе по открытым цветкам можно работать, наносим вот этих самых бактерий, и когда личинка или жук делает первый укус, к нему в организм попадают и токсины, и споры, и сами живые бактерии, и начинают размножаться в кишечнике, что приводит в конечном счете к гибели этих патогенов. Конечно, вот эти биологические препараты не обладают нокдаун-эффектом, то есть насекомое не падает замертво при первом, так сказать, знакомстве с этим препаратом. Он действует через пару суток, поэтому не надо думать, что если вы использовали этот препарат, и на завтра вы видите, что насекомое там еще шевелится, что он не подействовал. Он подействовал, насекомое, самое главное, оно перестает нормально питаться. Оно еще живое, извивается, ну, личинка, если говорить о личинке, но в то же время она перестает питаться, и она уже не наносит вреда, и через несколько дней она попросту погибает. Более того, она не просто погибает, но она становится источником распространения инфекций для новых и новых, так сказать, партий этих армий, волн, вредителей. Поэтому использование вот таких биологических препаратов является очень и очень эффективным. Первое использование этого препарата надо делать по бутонам. Следующее по открытым цветкам. Следующее по вот отсветшим цветкам, когда 70-80% цветков уже отсвело. Следующую обработку необходимо сделать тогда, когда завязи у яблони и у груши достигли размера лесного ореха. Следующую обработку нужно сделать, когда эти же завязи достигли размера грецкого ореха. Ну а далее эти обработки можно делать каждые 12-14 дней, в зависимости от того, насколько напряженная в текущем году оказалась фитосанитарная обстановка. Таким образом, вы можете полностью обойтись только биологическими препаратами при борьбе с вредителями садовых, как плодовых, так и ягодных растений. В случае, если вас атакуют плодожорки, а это личинки бабочек, то в этом случае выбирайте липидоцит. Если речь идет о цветоедах, то лучше всего выбрать бетоксибацелин. Оба эти препарата хорошо смешиваются и хорошо действуют одновременно. Более того, бетоксибацелин, кроме того, что он хорошо уничтожает всевозможных жуков, в том числе колорадского жука, он еще придерживает, хорошо очень придерживает развития и паутинного клеща, и клеща на землянике. Поэтому, если вы приверженец только использования биологических препаратов, в этом случае вот эти два препарата, бетоксибацелин и липидоцит, являются препаратами вашего выбора. Что ж, используйте разумные, бережные технологии, бережные по отношению к вашему здоровью и к окружающей среде технологии выращивания здорового и богатого урожая. Оставайтесь с нами, до новых встреч!